всем привет сегодня разбирают трешку из паркового квартала застройщик принцип давайте посмотрим что можно сделать с этой планировкой если она вам приглянулась и вы задумываетесь о том чтобы ее приобрести поехали смотреть товарищи приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал который называется интерьерные встречи если вам интересна тема про дизайн ремонт и как сделать красиво подписывайтесь на телеграм-канал ссылочка в описании но сейчас начинаю разбор этой квартиры если вам приглянулась квартира конкретно это вы ее уже рассматривали а может быть видите впервые хотите узнать о ней подробнее то в описании я оставлю ссылку на ресурс где можно прочитать о всех параметрах этой данной квартиры и сравнить ее вообще с другими квартирами называется инграфикон ссылочка будет там внизу в описании переходите на этот замечательный ресурс там можно сравнивать все эти квартиры но смотрим что можно сделать конкретно с этой и так прежде чем разбирать квартиру нужно представить для кого эта квартира подошла бы на мой взгляд эта квартира очень классно подходит к человеку который работает дома живет один ну или может быть с подругой который любит приглашать гостей проводить с ними время возможно играть в какие-то игры на столке например ну то есть для меня такой портрет потребителя это такой программист который работает на удаленке из дома соответственно ему нужно устроить удобное рабочее место у него должно быть большое просторное общее пространство ну и какая-то небольшая спальня куда он уходит изредка поспать потому что он в основном работает из дому вот такой портрет потребителя у меня сложился и надо сказать что таких заказчиков у нас в студии достаточно много бывает поэтому я прекрасно понимаю как для таких людей обустроить пространство ну и сейчас исходя из разбора вы поймете почему именно такой портрет потребителя у меня сложился почему именно для таких людей эта квартира бы подошла рассматривая квартиры на первый взгляд мне что бросается в глаза это то что здесь нету мест хранения то есть при входе нету шкафа понимаете то есть это значит что возможно только обустроить быстрый гардероб а это значит что большой семье нужно хранить большое количество одежды здесь такой возможности нет соответственно большая семья как-то наверное сразу же отметается ну или в противном случае вся эта верхняя одежда поедет жить в спальне что тоже не очень хорошо согласитесь второй момент пространство не выглядит просторным а это обязательно нужно делать нужно обязательно создавать этот простор и ощущение простора какого бы размера квартира не было поэтому я начинаю с того что вот здесь убрал бы перегородки и выровнял бы пространство превратил бы его вот в такой условный квадрат соответственно когда мы заходим в квартиру и например к нашему герою приходили бы гости они бы просто могли вот тут прийти поздоровался как-то развернуться и вот перед ними вот какое-то уже понятное просторное светлое помещение которое сразу же дает настроение и некий тон да ну то есть мы сразу понимаем о куда мы пришли дальше отсюда мы могли бы пройти в общее пространство которое я обязательно бы объединил убрав вот эту перегородку соответственно сюда помещается хорошая большая кухня со столом и конечно какая-то диванная группа мягкая зона где может и телевизор стоять где могут гости расположиться мир на мягких предметах мебели и удобно устроившись затеять какую-то там игру монополию не знаю и манженариум что там еще и здесь удобно поиграть барное вот это вот стойка или остров как раз таки очень удобно что можно к ней подходить с разных сторон общаться с разных сторон там какой-то чай кофе может там вино или что-то то есть позволяет все это делать и у нас остается две комнаты которые мы используем вот каким образом то есть первую комнату я бы поделил на пополам вот такой перегородкой и поставил бы два больших шкафа то есть входя из прихожей вот в этот вот проем мы бы попадали в такую гардеробную комнату в которой расположилась бы очень много вещей и верхней одеждой и обувь и сумки и все такое прочее еще бы осталось место под какую-то подхранение еще дополнительное оставшееся место я бы превратил в кабинет поставил бы вот так стол суда стул здесь какие-то полки с нужными книгами тетрадями там и так далее соответственно у нас получилось бы изолированное место для работы большое количество хранения отдельная спальня там с небольшим каких-то возможно шкафом и большое общее пространство при этом есть хорошая входная группа хороший просторный холл вот это все позволяет говорить о том что вот эта квартира идеально подходит под человека который живет один или с подругой вдвоем без детей работают они из дома и вот это вот по-настоящему получается комфортная хорошая квартира вот но требующая некой вот такой перепланировки вот такой мой взгляд что вы думаете по этому поводу пишите может быть я ошибаюсь может быть по вашему мнению здесь с комфортом расселится семья там пять человек или 15 я не знаю напишите как вы это видите и мы могли бы подискутировать на эту тему но а на этом все пальчик вверх жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза дорогие друзья живите в красоте заказывайте дизайн все ссылки в описании там вы меня найдете покедова